здравствуйте сегодняшнее видео посвящено турниру daily blitz арена вот по пять минут как мы видим турнир только что начался буквально пять минут назад но тут турнир долгий двухчасовой час пятьдесят четыре вот мы видим на часах и давайте начнем так я присоединяюсь к турниру турнир играет 135 человек на данный момент сейчас 138 но это будет интересно соперник выбирает берсерка вот я решаю запереть игру и все сводится к французской защите выбираю крепкую систему входом а3 где пешка не висит у белых так конь g6 это куда пошел конь ладно пока это не важно так вот не нравится ход конь а5 конь а5 есть такой маневр мы сыграем пока слон е2 b5 оттеснил коня и сами напрыгнем на позицию так захватили линия сделаем маркировку делаем хоть все с б3 и просто сдваиваться сейчас собираюсь просто сдваиваться так а вот здесь очень интересен есть такой ход значит с жертвой фигуры попробуем его соперника мало времени так сыграем g4 h3 соперник пока по времени не испытывают проблем как мы видим сейчас буду теснить продолжать дальше позицию черных так у меня ферзь провисает поэтому слон бьет c6 ладья бьет c6 ладья бьет c6 ладья бьет c6 ладья бьет c6 ферзь бьет c6 неприятно так ну можно наверное попробовать вот так напасть на пешку так интересно хочет вырваться в данном случае черные хотят вырваться давайте сдавим их еще плотнее зайдем в лагерь черных так отдает отдает как мы видим фигуру так так пока мечется так предпринять так так и ускоримся остается очень мало времени по моему я зевну фигуру 11 секунд против 25 5 да по времени все таки соперник меня выиграл да но интересная была жертва фигуры как мы видим она была не случайная то есть она вполне возможно в этой позиции и он вновь отдал фигуру назад чтобы разобраться с этой позиции ну а дальше просто не хватило времени позиция была сложная для меня и так турнир начался пока что с поражения но сейчас соперник несколько попроще 1739 рейтинг и можно попытаться сыграть с ним более предприимчиво предприимчиво так вот соперник решается на взятие на ц5 тут мы конечно же ему закроем игру так Вот здесь мы его, пожалуй, еще сдавим. Как мы видим, неудачно у него стоит слон. На d4, чтобы не было у него никаких предпосылок, но сейчас может выиграть пешку, игнорирует и это. Был у него ход конбит е5. Так, ну тут мы защитим. Здесь ударим вот так вот. Так, соперник. Размениваются фигуры, как мы видим. Интересно развивается партия, на мой взгляд. Так. 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 Все-таки не удалось отъесть качество. Попробуем сдвоить пешки сопернику. Так. Противится он этому плану. Тогда опять. Так. Так. пройдем за пешками. Кирзового фланга. Соперник выкрутился из этой позиции. Как мне казалось, комбинационно была в мою пользу эта игра. Но все перешло в эндшпиль. Все перешло в эндшпиль. Ну вот сейчас. Ага. У меня будет ход. На конь d4, c5. Конь c6. А нет, это только выигрыш пешки, но проигрыш качества. Не удовлетворительно в данном случае это. Так. А вот это вот интересней. Соперник сам отдает пешку. Естественно мы ее подберем. На доске ничья. Правда по времени соперник просел. Вот он сейчас думает. Более активные ладья в данном случае у меня. Пешка c4 слабая. Ладья c3. Похоже придется защищаться. Но вот он решил сыграть ладья c4. Запираем позицию. и просто выигрываем пешку. Пешка незащитима в данном случае. Пешка незащитима. Так. Находит способ для игры. Находит. Ну вот мы все таки принудим эту ладью уйти с этой позиции. Так. Ладья. В данном случае. Ну вот заставим еще f3 наверное сыграть. Или тут надо размениваться. Так. Давайте посмотрим. gf. 28 секунд. Просто срубать флаг надо. Давайте будем рубить флаг. 16 секунд. Ну и соперник проиграет по времени эту позицию. Вот он решается на удар. Не успевает он отыграть эту позицию. Ну в данном случае я могу подождать просто. Ходы закончились и ладья просто гибнет. В цукцванге оказались черные в конечной позиции. Примечательная позиция. 262 человека уже записалось в этот турнир. Вот так потихоньку подтянулись. Давайте посмотрим пока есть время кто в лидерах. А нет не успел. Так. 1819. Да. Вот это уже покрепче соперник. Давайте предложим ему сицилянский дебют слона. Вот так. накатываем пешку накатываем еще одну пешку здесь я немножко неаккуратно сыграл сердце h4 шах сейчас может быть нет соперник не реагирует на него теперь мы ему такую задачу не дадим угрожаем на f5 съесть соперник собирается скрываться так он делает и рокировку ладья несколько отрезаны от игры хорошая позиция хорошая позиция как бы ее разыграть е6 ладья f7 такими маневрами может быть ф5 и слон f4 давайте попробуем отдал просто-напросто отдал пешку вот что я добился в этой игре неправильно неподготовленным в данном случае пошел на позицию теперь предстоит выигрывать заново сейчас просто-напросто подвяжут слона и надо держаться надо держаться так а вот так нет пока хода нет пока хода парохода с шахом надо было отскочить а нет шах пока не могу отскочить шахом так ладья будет у меня появляется так ладью берет ладьей так а вот этот шах интересен давайте его дадим шах неприятный шах так теперь так времени осталось мало к сожалению но вновь создалась острая игра острая игра так защищается защищается отлично нападаем нападаем так что на это мы сыграем острая игра но не хватает фигуры короли короли оба раскрыты самое главное не разменять ферзей так размены ферзей нет соперник идет в решающую атаку как мы видим у него для мата все готово 20 секунд так и надо успеть отошел так так а у меня шахи то кончились приходится разменивать ферзей отъедаем пешку h7 нет не отъедается от пешка h7 да по времени просто по времени проиграл в позицию обидное поражение сам отдал в позицию сначала пешку потом естественно как итог и фигура ушла пока две игры белым цветом с двумя поражениями так что это вновь тот же соперник разыгрывает нечто похожее так с ст бат вы м ф в в в разбил я структуру как мы видим белым на ферзьевом фланге так рокировка очень смело я сейчас шахом за убегаю две пешки висят слон b2 надо играть или ферзь c2 а нет у меня потом застрянет ферзь ферзь застрянет мы продолжаем пока накатывать таким образом кусок он защищается теперь пешка е3 висит вместе с качеством и вот это уже проблема здесь мы с удовольствием бьем так 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 как подобраться к королю пока никак пока никак прихватим ферзи фланг так как это лучше сделать вот так проворонил я в данном случае здесь сам свою игру на d4 запустил коня белого это была большая ошибка честно говоря так ладно сделаем рокировку так ладно так Продолжение следует... Продолжение следует... Вернемся от этого хода... Так... Большая диагональ... Большая диагональ... Пусть пока стоит... Большая диагональ... Мата же нет... Большая диагональ... Продолжение следует... Мои ладьи сейчас будут развивать нешуточную активность. Пешка С4 падает, как мы видим. Энн теперь в мою пульту складывается в данном случае. Да, здесь у него получается. А мы стратегическую пешку урвем. Стратегическую пешку на Е3. Так, не удается и то, и другое предпринять. Так, не рассчитал в данном случае я. Ну, вот находится такой в запасе вход. Параход. Д5. Соперник ошибается. Но такую пешку я ему не отдам. Пусть пройдет поближе. Не хочет. Не хочет. Тогда король выходит из угла. 21 секунда. Съедаем, так и быть, эту пешку. Теперь делаем вот такой заброс в ладьи обратно. Соперник здесь опять вновь в ленджпиле проигрывает. Соперник здесь опять вновь в ленджпиле проигрывает. Ждем следующего соперника. Вот начинают уже брать паузу в турнире игроки. Так, вновь черным цветом. Ну, давайте современную защиту, наверное. Вот в такой редакции ее разыграем. Продолжение следует. Так, теперь, собственно, куда будет делаться аркировка? Интересует в данном случае. Так, но это не опасно. Проверим короля. Ага, защищается ладьей. Отлично. Ну, вот здесь он, по-моему, ошибается. Ошибается. Играет конца 3. Ферзь h4 теперь. Возможен ход. Играет конца 3. Играет конца 3. Играет конца 3. Так... Пока не будем делать этого хода. Спасем ладью. Играет конца 3. А вот теперь сделаем. Ферзь h4. Шар. и собственно говоря как защищаться такая защита висит пешка конь b4 на что напирается вот так сыграем теперь у него точно пешка висит пропускают кони в 3 ход ну собственно говоря тут уже большие проблемы теряет весь королевский фланг белые потеряли как ни странно очень много времени у них осталось но качество забираем и продолжаем атаку конь d6 кони в 5 насколько это угроза и 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 прорезать ходом е4 наверно и 4 не невозможно это победа будет так это победа вот таким образом мы значит забираем ферзи как мы тут забираем шахм естественно забираем все и остались рожки до ножки от позиции белых второго сердца ставим так ну и 50 секунд мне достаточно чтобы замоталась симпатично получилось раскрутить эту позицию играем следующую партию вновь сицилианский дебют слона давайте все таки попробуем его сыграть позиция была очень хорошая просто перекрываем а а а поддавим на ферзева немножко d5 интересно интересно d5 d5 еды конь бью для 5 и на f4 провисать будет на f4 е5 е5 интересней dc взяли взял и взял какой-то развал вот это поинтереснее пожалуй сыграть какой-то развал позиции вообще е4 еще не сочетал дохода е4 не опасно слен d3 слен d5 что-то подобное е5 е6 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 е7 е6 е7 е7 за f5 все-таки ход f5, e, f, e, f. Тогда я просто забираю на e4. Да, соперник неаккуратно сыграл, надо было все сойти на разменный вариант с ходом dc и был бы лучше позиция у черных. В данном случае сейчас фигура подвисла. Е6, ну тут мы, естественно, забираем. Так. Сделаем ракировку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, пока не получилось. Поздно. Д3 играть нельзя. Д3 играть нельзя. Нам было сыграть не аж 3, а конь g5. Конь g5, по-моему, надо было играть. Так, как развивать фигуры? Д4. Так, владя g1 сначала. Д1 и будем играть d4. Д4. 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 Развивать фигуры надо. На b2, как мы видим, пока не висит. Так, усиливает нажим. Смотрим, считаем. Раз, два, три, четыре. У меня раз, два, три, четыре. Д4. 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 3 и уничтожаются мои все пешки вот 30 секунд у него остается благодаря этому можно значит немножко поспокойней себя чувствовать 25 секунд по времени проиграет соперника по игре я ему сдал партию несколькими ходами заставляю его еще подумать так вот он уходит на f6 ошибается естественно 9 секунд секунды и отдает партию ну и позицию тоже отдал времени хватило так вновь черный цвет соперник не самый сильный как мы видим так f4 а вот это можно наказать прям быстро такого соперника попробуем сыграть в данном случае так е4 аккуратничает соперник давайте подтянем в данном случае коня завяжем этого коня неужели будет рокировать так рокирует рокирует отлично так шаг до сахара мы выходим до 4 нет хода аккуратненько продвигаем пешки так подвисает пешка и 5 подвисает пешка и 5 защищаем ее как длинную сторону просто иду ну быстрой победы не получилось соперник в данном случае защищается очень хорошо так на f4 надо напрыгнуть сейчас же 4 ход будет все 4 очень важный ход с моей стороны так нападение контр нападение на коня как же его защитить контр нападение на коня неприятно придется отбрасывать что ли фигуру назад очень неприятно получается так это вообще ход пароход был просто я и не вижу этого отдает просто-напросто терзя соперник но и тут мы побеждаем легко выскакивает конь соперник еще отдает еще отдает значит фигуру но здесь просто шаг можно даже вот так сыграть чтобы все вопросы были сняты так вот он защищается не пускает получается ладью но в данном случае ферзь ферзь влезает пешка f3 под угрозой ну тут победа просто легкая победа соперник ферзя подставил затем ладью ну и на е2 теперь висит масса да соперник отдает фигуры но от маты ему не убежать от маты ему не убежать выволакивается на свет божий король и получает массу тем временем пятьсот шестьдесят два человека записалось в турнир остается пятьдесят минут играть в турнире так вот я с двумя поражениями значит на 42 месте но пока сильных соперников у меня и не было можно так сказать сильных соперников не было те поражения которые я совершил одно по времени проиграл партию и соответственно так интересно играет соперник избирает структуру вот такую закрытую на развитие сыграем пусть мучиться с этой структурой вот он собирается уйти в данном случае в длинную рокировку как мы видим не замечает то что я вторгаюсь на f5 пешка на g7 висит так ну почему бы не дать шаг не испортится в данном случае в данном случае так на c4 провисает да так ну такого тепленького короля надо конечно брать такого тепленького короля надо брать сделаем еще один шаг захватим линию и теперь угрожаем уже еще одним шагом так защищается ну пока вторгаться не будем прихватим в данном пути поле d7 у него полезных ходов нету слона не покинуть кони f5 отлично нависает на позиции черных но тут дело техники уже в данном случае активный ход мы видим активный ход активный ход в данном случае этот ход нам ничем не угрожает вот еще один конь его надо пристроить к игре что называется как это сделать я уже смотрю комбинационные удары в данном случае по позиции слон g7 неплохо смотрится слон g7 ладья g8 так ладья g8 пока не хватает ударов пока не хватает ударов подключаем ферзевый фланг ждем отскока слона так d4 d4 просит в данном случае нас пробить таким образом подключаем ну зайдем за камеру угрожает слон g7 и слон gf6 и слон gf6 а кроме того не дурна идея просто е5 сыграть е5 с тем чтобы оставить слона под матерей конструкции так отдает отдает забираем конечно здесь вот таким образом делаем ход пароход сейчас может быть выигран конь так ну не получается выиграть коня не получается выиграть коня но получается конь b6 шах такой придать игре другое русло так конь b6 и король вновь не уходит никуда вот это интереснее и двойной шаг сейчас будет так двойной шаг не получается встает конь под вилку но позиция полностью провальна для черных никаких активных контр действий сделать они не могут вот мы видим вновь возвращается не солны хлебавшие в данном случае король так теперь как тут прижать то в принципе е6 даже есть такой ход е6 и новый ферзь просто образуется 28 секунд партию надо доигрывать нет берет пешкой так ну и здесь мотаем мотаем и это мат следующая партия но белым цветом тем временем вот мы видим что основные игроки уже закончили турнир заранее так опять д6 играется ход так вот здесь меня уже вынуждают сыграть д5 вынуждают сыграть д5 и это уже не очень приятно не хотел играть д5 так вот теперь мы зайдем с краю с краю зайдем обычно атака ведется черными в стороне индийской защите что было разыграно но в данном случае получилось что белые неплохо мы крутанулись в этой позиции так что у нас тут еще есть интересного что у нас тут еще есть интересного так вот меня выталкивают вновь с королевского фланга пешкой взял пешкой взял на самом деле большие проблемы могут быть у черных белый король то может убежать сейчас рокировку достаточно сделать так пешка f4 зависает и видимо падает пешка f4 так и 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 Опасно играю, слон G5 надо успеть сейчас сыграть, чтобы прихватить контргрупп черных. Так, отличный удар наносит черные, казалось бы, казалось бы. А как реагирует-то на это подвесные фигуры, коньев 4 грозит. Ну, пожалуй, вот так надо ответить. Так, ответить. Так. Если у нас 6 пойдет, приходится так играть. У соперника 14 секунд, он не успевает выиграть эту партию, она слишком комбинационная. 9 секунд проигрывает он эту партию. Да, вот вешает удар, но я вот могу ему такой удар подвесить еще. Так, победа. Оказываемся на 19 месте благодаря этой победе. Но турнир еще идет. 2 300 рейтинг соперника. И играет, как мы видим, ход Е4. Так. А вот это интересно. Слон С4. Давай защиту двух коней, тем более ее недавно я повторял. Д5, конь А5. Что имеет за душой соперник, хотелось бы знать. Слон Д3. Так. И теперь вспоминаем. Слон Д3. Выталкиваем, выпихиваем коня. Слон Д3. И здесь. И здесь. Так. Здесь что мы играем-то? Конь Д5. Конь С3. Играет соперник. Конь Ф4. Слон Ф1. Уходит в защиту. Так. Ф5. СТ. СТ. Играет соперника. СТ. 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 так сейчас будет ход d4 d4 неприятный ход неплохо бы в данном случае подготовиться против этого хода ферзь h5 вылезает неприятно что-то не то я тут сделал давайте так сыграем затрудним черным игру пусть думают так d4 отлично пусть думают как против этого бороться я сейчас сыграю слон d6 или даже слон g7 слон g7 и уйду в рокировку так интересно интересно но развить это нет развить это нет вновь выпрыгивает отлично f3 так рокировка рокировка ну пожалуй пожалуй рокировка рокировка а как тут надо будет как-то защитить не может отдавать материал между прочим партия вступает в решающую фазу навесим пожалуй вот такой ходик скороходит он комбинационный и требует считать варианты сейчас самая главная игра идет на то чтобы заставить считать варианты и вот я это хочу как раз сделать сделать так так защищается 30 секунд повторим позицию повторим позицию но это мы развалим это мы захватим так это мы и и и и и и и и и у по времени эту позицию хотел посложнее сделать сопернику но и самому стало сложным в итоге конечно надо было побеждать в этой позиции 2 300 рейтинг соперника играл странно даже как-то слабо если честно так попробуем так это мы видим королевский гамбит интересно второго коня нет мат или галя я не получу поэтому могу сыграть вот такой ход на бой к е5 так но здесь с b6 неплохо вылезти да кто даст защищу песку так чтобы это значило давай возьмем возьмем фигуру тем временем песка дошла уже совсем далеко тем временем но нет он и и и Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, так внимательно. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Вот он уже отдал. Переходим в Энспель. это институт это институт так я же проиграл просто-напросто фигуру подарил подарил фигуру так собраться воде 6 неприятный ход конечно сейчас будет так нет этого хода как отвлекаем можно забирает очень в плачевном состоянии пожалуй так грозит какой-то ход у нас 5 35 секунд осталось угроза мата миновала нет не миновала угроза мата перекрываемся и получаем мат обидно да ферзь е6 мат но сам проиграл партию возвращаемся в турнир остается 21 минута 34 место 678 игроков приняло участие в турнире но многие конечно пришли позже стартовал примерно человек 150 и вот как мы видим давайте посмотрим на турнирную таблицу 46 очков набрал игрок идущий на первом месте то есть гораздо больше так 1914 хороший рейтинг у игрока быстро играет тут вот мы его так немножко смутил вот так вот моментом да 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 Дождались хода. Дождались хода. Дождались хода. Дождались хода. Дождались хода. Дождались хода. Интересная позиция. как она разыгрывается давайте подтянем ладью так и что это никак не но Продолжение следует... 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 ферзь b3 если не ошибаюсь так соперник закрывается готовлю сделать длинную рокировку с тем чтобы атаковать так ну вот подменивать фигуры выставляю клин протируясь так соперник тоже рокировался так как атаковать то как атаковать но пожалуй в этой позиции все-таки нет компенсации у меня нет компенсации идем ва-банк так ферзь e5 какая угроза ферзь a1 шаг я успеваю уйти я успеваю уйти так идем ва-банк так теперь так ой елки-палки выигрывается никто пока не выигрывается конь е2 случайно не силен в данной позиции конь е2 и как защищать коня c4 конь е2 он теряется так конь е2 грозит грозит конь е2 итак это последняя заключительная партия в турнире было бы неплохо ее сыграть достойно так ну и вот пешечку все-таки мы забираем подбираем пешечку играется ход так а не падает ли пешка b5 так а что мы можем сделать да эту пешку мы отдаем перекрываемся так соперник увлекается несколько по-моему атакой или это я увлекся атакой увлекся по-моему атакой так ну грозит теперь и конь конь c3 пока не грозит но грозит приходится отдавать ладью приходится отдавать ладью ладью отдаем так соперник угрожает между тем матом не много ли не мало матом угрожает соперник а вот мы просто отойдем как он будет реагировать на это 45 секунд времени мало так и нужно сыграть ход пароход а именно ферзь b3 вот такой укрепляющий ход теперь угрожаем ходом зайти ходом конь f6 за королем так соперник нервничает 36 секунд соперник нервничает ай-яй-яй я сам себя загнал в тупик выкручиваемся и все-таки получаем мат заслуженный мат да недооценил соперника в этой партии и заканчиваю турнир вот таким образом так нажимаем паузу подводим итоги турнира остается играть 3 минуты дальнейшая партия не имеет смысла так первое место берет соперник с рейтингом 2300 ну и второе место 2042 и 1999 то есть ну как мы видим тут 2200 еще играли пара шахматистов перестали играть так бы они заняли первые места так ну а я закончил турнир так это какое место значит 47 48 49 50 ну на 50 месте так ну в принципе неплохой результат 23 очка конец смазал вот три поражения в конце общий итог давайте посмотрим перфоманс 54 процента побед то есть близко к такой нормальной 13 партий сыграно значит 1835 ну то есть я на свой рейтинг в принципе соперников имел на свой рейтинг ну и неплохо сыграл ну что ж на этом все надеюсь вам понравилась игра всего доброго до свидания 2 3